В ООН готовятся выдавать призывников Украине, об этом заявил Филипп Леклер, директор управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе. Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся с границей беженцев призывного вожества. Ну да, люди новой нефти, но люди это еще и новый скот, где государство буквально накладывает на них какую-то крепостную повинность. Ты уже убежал за пределы страны, которую ты не хочешь защищать, и все равно тебя вернут на ее территорию, потому что ты скот. Как раз воспоминания из гражданской войны Соединенных Штатов вспоминаются, которая началась в значительной степени, потому что с юга рабы убегали на север, и, в общем, это никого не устраивало. Безумие абсолютное, конечно, я эту стату не видел, но она, конечно, абсолютно перечеркивает всю традицию столетнюю и беженство, и поддержки беженцев. Но, боже мой, всего сколько, 9 лет назад был поток этих людей из Северной Африки, из Ближнего Востока. И если бы вместо плакатов «Мы рады беженцам» европейские власти говорили, а ты из Сирии, ну иди к Асаду, воюй на его стороне, или если ты против Асада, воюй на стороне сирийской оппозиции. Безумие абсолютное, это как раз просто из серии «Что с нами стало». То есть вот этот человек, который, будучи ООНовским чиновником, очевидно, сам вряд ли готов сидеть в каком-то окопе, абсолютно превращается в военкоматовскую тетку или этого военкома, который стандартный, опять же, украинский военком из новостей, тот, у которого нашли какой-нибудь миллиард долларов наличными. Безумие, безумие.